Это программа День с толком в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Заколачивают двери, оставляют животных умирать. В одном из барнаульских дворов жители не поделили подвал. Дождь их не прибил. Вопреки прогнозам, эксперты обещают, комариное лето. Показали, где раки не только зимуют, но и живут круглый год. Кто и зачем запускает личинки раков в водоемы Алтайского края. Но вначале сотрудники полиции задержали в Барнауле виновника смертельного ДТП. Мужчина, лишенный водительских прав за вождение в состоянии опьянения на Павловском тракте, насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии. Сразу после случившегося мужчина спрятал свой автомобиль в одну из мастерских Барнаула, рассчитывая таким образом избавиться от следов ДТП. Во время задержания он находился в автосервисе, пытаясь заменить лобовое стекло на автомобиль. Известно, что в течение года водитель 16 раз был привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В настоящее время решается вопрос об возбуждении уголовного дела. Серьезная авария, но уже без летального исхода, произошла сегодня на железнодорожном переезде между Новосиликатным и Борзовой заимкой. 24-летняя девушка без водительских прав ехала на Ниссане X-Trail и по пути врезалась в ВАЗ-2109. В результате столкновения внедорожник оказался на обочине. Из водителя никто не пострадал, а в отношении девушки возбуждено административное дело за езду без водительского удостоверения. А в этой истории не обошлось без жертв. В одном из барнаульских дворов разгорелся конфликт. По одну сторону волонтеры и зоозащитники, по другую те, кто закрывает подвалы многоквартирных домов на замки, таким образом обрекая животных на долгую и мучительную смерть. В историю пришлось вмешаться даже полиции. Чем все закончилось и как правильно разрешать такие конфликтные ситуации, разбиралась наша съемочная группа. Вот за это окно на меня возбудили уголовное дело, буквально. Кошколобку, кош с кошкой. Вот она, перекрыла ее, потому что истерика у нее. Волонтер и зоозащитница Алена Данилян рассказывает, на этот раз кошку с котятами удалось спасти. Как животное попало в подвал, никто не знает. Ведь он всегда на замке, а кошки закрыты решетками. Есть версия, что кошки забегают вместе с сантехниками и потом не могут выбраться. Фото когда-то оказавшихся в западне животных нам показали. По словам Алены, сломанных решеток и замка на подвальной двери в ходе проведения спасательной операции можно было избежать, если бы не конфликт с председателем ТСЖ. Год назад у нас был с ней договор, я говорю, Галина Мирославовна, давайте какие-то вопросы будут возникать, сразу звоните. Есть кому этим заниматься, люди сразу приедут и мы будем отлавливать, либо выгонять. Нельзя, чтобы они были там закрытые. Надо идти между собой на разговор, обо всем договариваться, потому что, как кто-то еще сказал из великих, что любая война, она все равно идет к миру, в любом случае. Люди устают, силы заканчиваются. Судя по всему, конфликт пока набирает обороты. Председатель ТСЖ пообщаться с нами и высказать свою точку зрения не пришла. Хотя жильцы при нас звонили ей несколько раз. Но эмоций во дворе и без того было достаточно. Я против того, чтобы кошки размножались в подвале. Мы их отлавливаем. Я понимаю, что вам больше заняться нечем. Занимайтесь кошками в своем отдельно взятом квартирном пространстве. Это общее домовое. Вот это общее. Мне не нужны кошки, мне не нужна вонь кошачья. А то, что у нас крысы ходят в первом подъезде, как бы это нормально. Травятся люди своими силами. Тут был скандал у нас позавчера, по-моему, что не давала председатель ключи, чтобы открыть подвал и вытащить этих котят и кошек. Как бы лично не видела. Видела, что клетка была уже накрыта, когда приехала. Кошка приблудная. Она не наша кошка. Ее прикормила Алена. Никто котят не видел. Со своей стороны волонтер говорит решетки починила, новый замок на подвальную дверь поставила. Да и животных пристроить сейчас недешево. Плюс ловля животного, плюс отправка его на золото-акси около 4,5 тысяч. Это только просто полтора дня. Хотя мы могли это уменьшить. Идти на мировую или в суд. Так решать подобные конфликты советует юрист. Даже если люди все-таки настроены, и все-таки большинство на доме пришло к мнению о том, что животных быть не должно, то есть у нас не отменяется при этом норма права о том, что должен быть открыт продух как минимум один в подвальном помещении, в круглогодичном режиме, в постоянном режиме. Это один момент. И второй момент. У нас есть еще и федеральный закон об ответственном обращении с животными. Заморить голодом или еще каким-то образом животных нельзя. За это может наступить административная и даже уголовная ответственность. Подобные люди считают, что все бездомные животные наши. Вот сосед мне говорит, ну вы заберите всех себе. Не буду говорить вам, как я ответила ему. Это неэтично. Вот все, что мы могли себе взять, мы уже взяли. Все остальное мы делаем по мере нашей возможности. Вечером Алена вместе с волонтерами снова будет в ожидании. Вдруг из подвала выйдут еще животные. Они там умело прячутся. Женщина также планирует подавать в суд, ведь сегодня со стороны соседей в ход пошли неприемлемые для волонтера высказывания. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком. К другим темам. В Барнауле представили первый трамвай местной сборки. Вагон получил название «Гранит». Он имеет низкопольный тип кузова. Вагон рассчитан на 145 человек. Количество мест для сидения – 39. Низкопольный трамвай «Гранит». Гранит приспособлен к сибирской погоде. В салоне установлено 9 топителей, а также автоматическая система микроклимата салона и кабины. Кузов исполнен из нержавеющего металла, а в интерьере применен алюминий и пластик. Сейчас трамвай проходит все нужные проверки и скоро выйдет на маршрут. Интересной и прогрессивной назвал идею развития центральной части Барнаула краевед Данил Дегтярев. Напомню, что городские власти хотят сделать эту часть города более востребованной как для бизнеса, так и для горожан, а также туристов. Пешеходная Молотобольска уже давно пользуется популярностью барнаульцев, но руководство города хотело бы увеличить туристическое пространство в этом месте, чтобы появилась целая площадь для народных гуляний и проведения массовых мероприятий. Для того, чтобы идею реализовать, необходимо перенести трамвайное кольцо, расположенное в самом начале Социалистического проспекта, куда конкретно пока лишь обсуждается. По мнению краеведа Дегтярева, возможно, лишать эту территорию трамвайного кольца не стоит, ведь и кольцо, и трамвайная диспетчерская тоже представляют историческую ценность, в том числе для туристов. 75 лет назад, в 1948 году, ну вот уже скоро 76 лет, да, будет в ноябре, в 1948 году здесь была построена вот эта станция Площадь Свободы, отсюда в рейс пошел первый трамвай, так что если уж говорить об истории общественного транспорта Барнаула, то именно Площадь Свободы, это стартовая точка и автобуса, автобус отсюда первый ушел в мае 1929 года, это прогрессивный шаг, конечно, прогрессивный шаг в плане того, что нужно приводить в приличное состояние наш исторический центр и использовать трамвай именно как достопримечательность. Я вам так скажу, вот я экскурсовод, я вожу туристов по городу, в том числе я вожу туристов из других городов, в том числе из Москвы, из Санкт-Петербурга. Когда я их привожу сюда, знаете, на что они обращают внимание в первую очередь? Вот на эту диспетчерскую 70-го года постройки, не на купечерские особняки, они их-то смотрелись, у них в городах это есть, а вот такая диспетчерская, это все-таки такая наша изюминка. Вот на что обращают внимание. Дожди прошли, комаров стало только больше, и они размножатся еще по прогнозам специалистов. Как барнаульцы реагируют на особенности летнего сезона в виде кровососущих насекомых и как справляются с их воздушными атаками, узнавала наша съемочная группа. Разлитая обь, водоемы, лужи и нагрянувшее тепло. Идеальный климат для зарождения новой партии летающих вампиров. А еще недавно горожанам сообщали, что дожди уничтожат комаров каплями. Да, было такое. И на улице говорили, и в интернете где-то читала, но это все пока что неправда. Фантастикой такой прогноз считает и преподаватель Алтайского госуниверситета. Самка, которая может жить месяц, то есть, если жизнь она кусает несколько раз, затем самка откладывает яйца в воду. Температура воды, чтобы у нас быстрый жизненный цикл, допустим, если в жизни не взрослых хвостов, то есть, если температура высокая, то он проходит быстрее. Если температура холодная, то что она либо донезинает, то дело все равно, если мы подвигаем 5 градусов, условно, почему у нас в горах нет комаров. Биолог считает, что комаров станет только больше. Ну нет, в прошлом году их было куда меньше. В этом больше не мешают. Комаров много. Ну я как бы приезжий еще человек, не житель города. Но комаров очень много. Особенно по вечерам, особенно в парках. Ну как тут можно говорить, надоели, не надоели. Пищевую цепочку никто не отменял. Поэтому они, конечно же, создают дискомфорт. Но в целом это необходимо. Птичкам надо что-то кушать. В лицо лезут. Заметила, что стало очень много, даже там, где их раньше не было. Мне кажется, в бару раньше как-то не было. А сейчас вот мы выехали, нас там съели. По мнению специалиста, голод может заставить комара пренебрегать собственной безопасностью, следуя природным инстинктам размножения. Мы взрослые люди. Неделю по голодам и даже поданки есть будешь. Это, конечно, шутка. Но даже если вы попрыгали с чем-то очень-очень плонючим, чтобы отпугнуть комаров, и вы прочитали самое эффективное средство, но степень голодности комара может быть разной. Поэтому даже невкусного человека приходится есть. Комаров привлекает тепло тела, поэтому одеваемся в белое. Меньше нагревается. Облегчение стоит ждать только в июле, когда комаров начнут поедать стрижи, ласточки и стрекозы. Жить можно. Есть репелленты, есть всякие там, я не знаю, спирали какие-то дымящиеся. Но в конце концов, 21 век. Ну, пожалейте вы этих комаров. Это, понимаете, это природная необходимость. Это необходимость. Поэтому пусть будут все и комары, и птицы. Дарья Ярушина, Владислав Ковалев. День с толком. В преддверии Дня медицинского работника в Барнауле состоялось выездное заседание комиссии Барнаульской городской думы по вопросам здравоохранения. Депутаты посетили 14-ю поликлинику, пообщались с ее пациентами, обсудили ряд важных вопросов и поздравили всех медиков с профессиональным праздником. А сколько человек вы уже в день стали обслуживать? У нас последние – это более 2,5 тысячи в сутки. Более 2,5 тысячи человек в сутки. И это только взрослые. К слову, изначально медучреждение было рассчитано на полторы тысячи пациентов в день. Основное – это то, что мы выходим на посменный режим не только по специалистам, но, к примеру, по УЗИ. В основном, вот он основной сотрудник в смену, то есть мы еще дополнительно берем либо совместителей, либо двух рассаживаем в одном кабинете. Увеличение пропускной способности населения, привлечение узких специалистов, наличие технического оснащения и современного оборудования – эти и ряд других вопросов обсудили депутаты Барнаульской городской думы на выездном совещании, а также пообщались с пациентами поликлиники. Поликлиника, я скажу, что очень хорошая. Очень хорошая, да? Но проблемы-то только остались старые. Вот если человек пожилой, у него нет компьютера, нет госуслуг, но ему очень сложно попасть на прием к какому-то либо доктору. А вот же есть регистратура. Есть регистратура, да. Регистратура есть, однако очень сложно дозвониться и получить заветный талон, говорит женщина. Могу сказать, что процентов 30 не устраивает. Ну это уже хорошо, 70 устраивает. Да, 70 устраивает. Много, очень-очень много хороших докторов, которые понимают твои проблемы, особенно пожилых людей. А это очень важно. Кстати, количество специалистов в поликлинике увеличилось в два раза. Офтальмологи, урологи, кардиологи, лор. Отдельная гордость в поликлинике отделения женской консультации. В структуре есть свой офтальмолог, три аппарата ультразвуковой диагностики, свой стоматолог, который смотрит только беременных. Не нужно никуда перемещаться. Есть, конечно, и ряд проблем. Например, участковая служба. Кадры выгорают и уходят в более узкие специальности. Однако студенты-целевики пополняют их ряды. Есть и другие особенности работы современного здравоохранения. Современное здравоохранение, оно ориентировано, вернее, оно сейчас переориентируется с лечебного на профилактическое. Да, можно вылечить, но не всегда, к сожалению. Бывают случаи достаточно запущенные. И в этом случае лучше предупредить заболевание, спрогнозировать возможность его наступления, скорректировать и какие-то жизненные привычки, и, может быть, какие-то дополнительные лекарственные средства для того, чтобы это заболевание не развелось. Люди к этому не привыкли, подчеркивает Ирина Молчанова. Например, население с трудом посещает диспансеризацию. Поэтому создаются целые подразделения, которые связываются с пациентами и приглашают их на обследование. Да и в целом медицинская служба с каждым годом двигается вперед, улучшая качество жизни населения. Уважаемые медицинские работники, депутаты Барнаульской городской думы искренне поздравляют вас с вашим профессиональным праздником. Ваш вклад в здоровье наших горожан сложно переоценить. Именно вы приходите на помощь нам в самое сложное время или просто заботитесь о нашем здоровье. В первую очередь мне вам хочется пожелать здоровья. И, конечно, простого человеческого счастья, терпения, чтобы все у вас получалось. Ирина Корчагина, Юлия Ощепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Австралийский красноклешневой рак появился в водоемах региона. Уже на днях первые личинки ракообразных запустили в природный пруд в Палском районе. Как разводят животных и где раки не только зимуют, но и живут круглый год, расскажет моя коллега Мария Костылева. Этого австралийского рака зовут Валера. Он, можно сказать, ручной. К людям ракообразный привык, поэтому ведет себя спокойно и даже не пытается пуститься на утек. Любит внимание, особенно когда его поглаживают. Кстати, для рака Валера достаточно крупный. Весит чуть больше 200 грамм. Ему один год и 8 месяцев. Обычный рак, товарный рак весит в двух категориях. Категория 20-40 и категория 40-60. Отличительная особенность, если посмотреть красный маникюр на крышнях. То есть это именно признак только самцов. В этих бассейнах площадью порядка более 2000 квадратных метров живут раки с самого раннего возраста. У каждой категории свой рацион питания и время обеда. Едят кашу, злаковые культуры, сладкую морковь. Больше всего любят живой корм. Кстати, на сегодняшний день на ферме обитает порядка двух тонн ракообразных. Австралийский красный кришневый рак по сравнению с речным раком, во-первых, более технологичный. Он экономически интереснее. Растет примерно в 3-5 раз быстрее, чем речной рак. Бывает, запутаются кришнями. Чтобы распутаться раз, кришня отскочила. Но у раков развита функция регенерации. Соответственно, потерянный внешний орган быстро отрастает. Сегодня барнаульская раковая ферма – одна из крупнейших не только в регионе, но и в России. В бассейнах-аквариумах обитают ракообразные самого разного возраста. Крохотные личинки, малыши, самки с икрой и самцы. Места хватает всем. Бассейн каждый уникальный. Где-то у нас сидят одни самочки. Где-то у нас бассейны репродукции. Где-то у нас бассейны по возрастам. Где-то у нас бассейны, которые готовятся сейчас перейти в пруд. То есть мы сейчас пытаемся, такой экспериментальный у нас год наших раков адаптировать в естественные условия. Так более 30 тысяч раков-младенцев на летний сезон уже переехали в пруды Павловского района. Когда они подрастут, их вернут домой, на ферму. Мария Костолева, Алексей Фризин. День с толком. Продукты питания, пять автомобилей, квадроциклы, даже снайперский прицел отправили в День России солдатам на передовую. Уже через неделю гуманитарную помощь, которую формировали неравнодушные жители Алтайского края, получат бойцы Авдеевского, Харьковского и Бахмутского направлений. Вот данный элемент называется хаб, который в Принудиловку подключает передний мост и блокировку. То есть машина полностью 4 ВД включается. Машины повышенной проходимости, УАЗы, Нивы, квадроцикл отремонтировали, доснастили, обновили подвеску, заменили фильтры и масло. В общей сложности в День России в зону боевых действий получилось направить пять автомобилей, продукты и даже снайперский прицел стоимостью около 300 тысяч рублей. Самый ценный груз для наших снайперов 201-го полка ИРЭЙ, РИКО РЛ-42, тепловизионный прицел, передаем в кабину лично. Все достанем в целости и сохранности. В формировании груза участвовали барнаульские предприниматели, депутаты, администрация города, Народный фронт, волонтеры и многие другие. Напомним, ценные посылки приедут к солдатам уже через неделю. На этом у меня все. Очередной выпуск нашей программы «Завтра» в это же время на телеканале «Толк». Я напомню, телефон редакции 205-545. Обязательно звоните. Далее о погоде. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok